Семейное обучение – это добровольный перенос ответственности за образование ребенка со школы на родителей. Наталья и Дмитрий Полениновы для своих дочерей выбрали именно такую форму получения знаний. Такая возможность у нас предусмотрена федеральным законом об образовании. И родители, которые решаются на этот шаг, они обучают детей дома. Довольно-таки много свободного времени. Ты можешь выйти там, погулять, если захочешь, передохнуть. Тебе не надо сидеть, жать, когда кончится урок. Ну и ты не делаешь все как-то через силу. Я сейчас сюда приехала просто помогать. Я эти две программы, ну я программу основы уже прошла. Я, и ключи тоже здесь были. Я теперь учусь в следующей программе «Вызов». Причины, по которым родители выбирают такое образование, могут быть совершенно разные. Многие родители ставят в главу взаимоотношений с детьми, прежде всего, какие-то воспитательные вопросы. Считают, что воспитание в семье, обучение в семье, оно помогает не потерять контакт между родителем и ребенком. Кто-то вообще не ходит в школу с первого класса, кто-то забирает детей уже, ну достигнув средней школы. Классические беседы – так называется программа по поддержке родителей, чьи дети находятся на семейном обучении. Занятия проходят каждую пятницу в Расторгуевской библиотеке. Хотел бы выразить слова большой благодарности от родителей сообщества, руководству библиотеки города Видного и руководству и сотрудникам библиотеки, филиал библиотеки, находящихся на станции Расторгую за то, что они нашли возможность приютить наше сообщество. У Евгении Ермолаевой четверо детей. Решение обучать их самостоятельно она приняла после того, как старшая дочка окончила третий класс. В общем, хотелось мне самой обучать своих детей, потому что я считаю нужно. Помимо школьных предметов и то, что время очень много уходит на школу, а так мы вместе, я вижу, как мои дети растут. Занятия проходят по двум группам, учитывая возраст детей. Я узнал тут про латынь, географию, русский язык, науку. Все дети на домашней форме обучения обязательно прикреплены к школе по месту жительства, так как аттестацию проводят образовательные учреждения, но в самом учебном процессе не участвуют.